Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Это передача о мелочах из жизни. Скоро, 1 сентября, как не сойти с ума и подготовиться к школе. В этом нам помогут психолог Марина Мишина и Елена Назарова, учитель 27 школы и финалист всероссийского конкурса «Учитель года». Марина, первый вопрос у меня будет к вам. Как же избежать стресса родителям и детям? Любые перемены всегда связаны с волнением. Это касается и детей, и их родителей. И если эти перемены связаны с началом учебного года, то здесь можно порекомендовать родителям в первую очередь создавать максимально спокойную, дружественную обстановку в семье перед подготовкой к учебному году. Можно создать положительные эмоции у ребенка, связав, например, поход за канцтоварами, за учебниками, за какой-то одеждой, связав с развлекательным мероприятием. Например, мы сначала покупаем одежду или обувь подбираем, а затем идем в кино или кафе. Тем самым ребенок получает вместе с полезными мероприятиями для себя еще и приятные эмоции. Также можно постепенно начать входить в школьный режим и начинать это не 1 сентября делать, а, например, в начале августа, когда мы постепенно сдвигаем режим ребенка, приближая его к необходимому в школьной жизни. То есть ребенок ложится спать чуть-чуть пораньше с каждым днем, и тем самым ему потом будет безболезненно войти в школьный режим и вставать очень рано. Мы можем постепенно начать готовить форму и обувь, а не в последний день. Также мы можем создавать какие-то совместные проведения досуга вместе с ребенком для того, чтобы поднять оптимистичный настрой к новому учебному году. И очень хотелось бы рекомендовать родителям не вводить сразу очень плотное расписание для ребенка, поскольку с началом учебного года и так будет перегрузка достаточно большая, потому что ребенок уже отвык за время каникул от учебного процесса. И если мы вводим сразу все планируемые кружки и секции, то для ребенка это будет очень большая нагрузка. Он будет уставать, истощаться, и здесь не исключен момент, когда ребенку не захочется чем-то заниматься. Поэтому желательно все перенести на вторую половину сентября, и, соответственно, уже постепенно, когда установится расписание в школе, и можно уже вводить какие-то занятия и секции. Ну и также постепенно, не все сразу вводить в режим ребенка. Ну и, конечно, желательно высыпаться ребенку, желательно перед сном не очень увлекаться гаджетами, даже если есть гаджеты в жизни ребенка, это прекрасно. Но, тем не менее, желательно, чтобы был полноценный сон и отдых. Спасибо большое. Елена, как, по-вашему, быстро адаптироваться к школе? Ну, Марина уже сказала, те рекомендации, которые в плане преодоления стресса, их можно считать одновременно и рекомендацией к адаптации. Я с этим совершенно полностью согласна. При этом нужно помнить, мне кажется, что школа – это единый организм, в котором составными элементами являются не только ученики и учителя, но еще и родители. И вот именно совместная работа со всех вот трех, как бы, таких сторон, плюс та образовательная среда, которая создается вокруг ребенка, является очень важным. Поэтому, да, действительно, не стоит сразу погружать. Родителям нужно вспомнить себя, когда они выходят из отпуска, они не могут стопроцентно сразу погрузиться, полностью с головой в работу. Это постепенное выхождение. Посмотрела бы на различные еще фестивали, которые в начале сентября проводят общественные организации, например, «Движение первых», на установление каких-то таких познавательных моментов, знакомства с, допустим, с дополнительным образованием, какие возможности существуют. И очень важно поддерживать связь в этот момент с ребенком, максимальное общение. И не просто там какие-то рабочие вопросы, как в школе дела, а действительно проявление заинтересованности, соучастие, где-то может быть даже сопереживание совместного поддержания с классом руководителем на связи. Особенно если ребенок, например, перешел из другой школы, и ему необходимо не просто адаптироваться к, опять-таки, к школе вновь, а еще и адаптироваться вообще к новому коллективу, насколько примет его коллектив, насколько ему действительно комфортно будет в новой школе. Плюс нужно понимать еще опасные ступени приемственности, когда ребенок идет в первый класс, когда ребенок идет в пятый класс и когда ребята идут в десятый класс. Вот эти переходы очень важны, особенно в десятый класс, потому что практически во всех школах происходит перетурбация классных коллективов, идет деление на профили. И тут стопроцентно есть вероятность, что ребенок попадет в какой-то новый коллектив с каким-то своими новыми правилами, установками к возможно даже к новому классам руководителю а это тоже некоторый стресс для детей поскольку они очень им нужно адаптироваться и к тем требованиям которые предъявляют не только учителя предметники но и классный руководитель в том числе спасибо большое марина вот сейчас вводят опять школьную форму обязательную по крайней мере вот так в нашей школе сейчас происходит вот ваши за и против с точки зрения психологии школьная форма она безусловно оказывает сильное психологическое воздействие на школьный коллектив на коллектив детей в первую очередь это наделение определенной социальной ролью детей в коллективе это создание сплоченности определенные чувства коллективного безусловно это положительный момент и это можно заметить даже на каких-то школьных мероприятиях когда вот к примеру в школе моего ребенка у них помимо школьной формы темно синего цвета еще и есть отличительные знаки для каждого класса и на каких-то торжественных мероприятиях дети они объединены в группу еще и отмечены каким-то специальным знаком это может быть какой-то галстучек нарядный одного цвета или для девочек это брошь при наличии еще школьной формы это придает атмосферу торжественности и дети они конечно более дисциплинированы форма она гораздо более дисциплинирует детей еще это решает такой момент когда дети могут быть подвержены насмешком или каким-то негативным высказыванием со стороны сверстников по поводу своего внешнего вида если это свободная форма одежды иногда дети к сожалению могут проявлять жестокость обижать сверстников которые одеты менее бюджетно чем они сами да таким образом мы понимаем что дети решают какие-то свои проблемы да в какой-то степени самоутверждаясь за счет других детей но те дети в сторону которых направлены вот такие притязания они чувствуют себя очень комфортно школа школьная форма решает эти вопросы она уравнивает детей независимо от социального статуса их родителей и тем самым создает определенный уровень спокойствия среди детей среди отрицательных моментов можно выделить то что у ребенок в определенной степени решает своей индивидуальности он не может проявить себя именно в школьный период так как ему хочется но это не мешает ему проявить себя как ему желается во внешкольное время и если школа разрешает использование каких-то аксессуаров то их можно использовать для придания себе какого-то индивидуального оттенка опять же это касается прически для девочек если опять же нормами школы это установлено почему бы это не использовать для придания себе какого-то знака отличия например возможно легкий макияж если школа это позволяет вот скажите лично я как мама двух детей столкнулась в школьных чатах немного с негативным окрасом не всем нравится что например в нашей школе у девочек именно платье два фартука длина юбки определенной длины а многие привыкли уже ходить в брюках и я вот вспоминаю себя тоже подростковый возраст я очень сильно комплексовала по поводу худобы своих ног зимой спасали гамаши можно было где-то и брюки носить как бы сейчас потому что подростки они тоже зачастую полные комплексов и для многих наверное это будет серьезная проблема вот что только юбка и никаких брюк на все правильно началом подросткового возраста рождаются и комплексы и у каждого ребенка есть свой набор неуверенности в себе ему кажется что весь мир замечает к примеру на ноги или что-то еще здесь очень важна поддержка родителей не менее важна поддержка друзей потому что ребенок друзей выбирает себе не только по интересам но и по степени поддержки которые они ему оказывают если близкое окружение ребенка в лице родителей в лице друзей помогают ему словами поддержки о том что в целом он замечательный человек несмотря на те дискомфортные ощущения которые он испытывает по поводу ног в принципе сами ноги могут быть очень даже неплохими но это больше случаев так да только в глазах ребенка они кажутся какими-то неудачными но все меняется и с прошествием времени возможные мнения ребенка относительно ног изменится потому что если это касается девочек девочки взрослеет мода меняется одно время в моде были худые формы изящные потом сейчас приобретает распространение мода на где-то оверсайз плюс сайз до размер соответственно приоритеты тоже у ребенка могут поменяться здесь в первую очередь важно поддержка одобрения родителей признание того что ребенка любят любым и обязательно нужно отметить что в нем очень много достоинств и не просто отметить а действительно ему на них указать какие достоинства есть у ребенка какие положительные черты и обязательно найти положительный момент в этих самых худых ногах это можно сделать всегда преимущество всегда можно найти даже в каком-то недостатке или дефекте а дети они склонны в себе что-то отыскивать они обязательно что-то найдут очень важно когда есть доверие внутри семьи и ребенок способен об этом рассказать а не замалчивать свою проблему ходить переживать как-то пытаться скрыть тот дефект который он считает дефектом хотя он может таковым совсем не являться да и родители могут развенчать эти страхи очень успешно также как и друзья спасибо елена как по-вашему школьная форма нужна или достаточно определенного дресс-кода но я здесь больше наверное консерватор действительно я исключительно за школьную форму и в когда он приходит пятый класс тоже даже еще когда не начальной школе я прихожу на последние детские собрания говорю о необходимости школьной формы при этом с точки зрения родителей мальчиков не возникает вопросов костюм как бы цветовая темно-синий цвет он самый классический вариант подходящий ко всему чаще всего бывает больше споров именно с девочками но здесь есть просто несколько моментов во первых школьная форма отдает возможность сместить фокус немножко в другую сторону ведь создать конкуренцию дети могут из всего там канцелярски красиво какие-то принадлежности там обувь вот прическа который марина говорила поэтому школьная форма она дает все-таки возможность как-то все это совместить фокус именно сторону учебы сторону общения взаимодействия как бы не выделяя те или иные принадлежности может быть каким-то финансовым возможностям родителям плюс извечной проблемы девочек не нечего надеюсь с утра это максимально как бы убирается напряженность потому что школьная форма не надо выбирать подбирать тратить на это время можно время утреннее время потратить на что-то более плодотворное семейный бюджет да и сэкономить семейный бюджет в какой-то степени и зачастую именно вот в подростковом возрасте родители вот именно этот момент больше всего понимает плюс дети таковы что родители как правило вот часто рано уходят на работу и не всегда видит а в чем же ребенок в итоге уходит в школу и здесь все-таки чувство вкуса чувство меры мне кажется еще форма прививает потому что иначе это будут все самые лучшие украшения которые есть они будут на мне там какие-то еще может быть совершенно не для школы уместные вариации плюс приучение к дресс-коду потому что мы прекрасно понимаем что когда мы взрослеем у нас складывается к этому времени понимание что в театр я одеваюсь таким образом на работу допустим особенно если это связано с каким-то организациями где изначально заложен дресс-код здесь мы уже понимаем что мы оденем вот эту одежду поэтому вот это формирование понятия дресс-кода ведь школа это маленькая жизнь это такой некий мини вариант того к чему перейдем уже будучи во взрослой жизни а умение выделиться вот здесь как раз таки вот какой-то деталь найти ту самую деталь которая вызвать тебя из большинства нас я вспоминаю меня были потрясающие кружевные манжеты то есть вот эти вот кружева целые как бы набор различных вариантов и я помню что вот моя форму отделен для выделялась до из за счет вот этих кружевных у кого-то кружевные фартуки то есть вот вот этот момент такой подчеркнуть какой-то с изюминку в себе и суметь найти эту изюминку правильно сделать ее там может быть брошь какая-то деталь и кажется здесь она тоже формируется и полностью согласна что поддержка родители она на сто процентов важно поэтому всегда разговоры о школьной форме начинается в первую очередь родители и здесь очень важно чтобы именно поддержали родители то есть у меня есть пример у меня уже четвертый сейчас выпуск в первом выпуске как ты когда я только начинала школьной форме не шла речь но когда он последний звонок я увидел что все надели школьную форму это принадлежность как некому сообществу видно сразу куда когда мы приходим с ребятами видно что это пришли ученики и поэтому уже в последующих выпусках я подводила к необходимости школьной формы и спасибо огромное родителям за поддержку вот 2 3 сейчас немножечко с четвертым посложнее но это еще зависит от качества формы сейчас вот некоторые такие моменты сводятся даже не столько к самому принятию формы сколько к принятию того где йог заказывать да какую ткань чтобы действительно она была комфортно и в осенне-весенний период когда на улице уже достаточно тепло в зиме хотя школа сейчас очень тепло и комфортно елена вот все-таки есть взаимосвязь и ношение формы и учебного процесса безусловно я понимаю что есть пиджачные люди есть не пиджачные вы даже если к 100 что касается мальчиков я сама люблю больше мягкие как пиджаки чем какие-то классические варианты но школа она все-таки школьная форма она как бы определяет контекст даже то как ребенок сидит в более свободной одежде он сидит более комфортно более вольготно расслаблен более расслаблено да особенно когда как я говорю оверсайз чем поспал что он пришел такое тоже иногда бывает к сожалению встречается потому что все равно культура поведения она в большей степени закладывается в семье на личных примерах родителей ну то есть форма более положительно влияет на учебный процесс вы как учитель это на классе замечаете да даже когда заходят ребята вот насколько приходим на предприятия различные даже когда идет государственная итоговая аттестация если ребята вот они в параде в там с белыми фартуками это сразу отмечают люди которые вокруг и они как бы подтягиваются всем делает комплимент насколько они выглядят хорошо и тут на них позитивно тоже влияет позитивно складывается ну и школьной фотографии безусловно все-таки это форма и не знаю но возможно это связано с моим как бы советским вспоминаем воспоминаниями такими положительными но в любом случае вы ничего негативного и плохого школьной форме не видите нет категорически нет по поводу того что может быть некоторые школы выбирают определенные например жилетку определенные цветовые гаммы но это конечно тоже смотрится эффектно это тоже сразу понимаю что это вот принадлежность как у нас первая школа у них голубого брюки вы допускаете для девочек или только платье в нашей школе только платья и зеленые длины оставаться все-таки девочкой на мой взгляд это платье и фартук и фартук причем правильно подобранный фартук он позволяет скрыть какие-то если девочка там полная там какие-то нюансы вот именно правильно подобранный фартук и здесь вот родители здесь уже заморозить они же понимают какие вот моменты возникают ребенка то есть чего он больше стесняется и соответственно с помощью родителей они могут сместить фокус в одежде и увести как вот такой момент спасибо большое у меня вот такой интересный вопрос про летнее чтение потому что это как раз приходится на период лета это тоже идет к подготовке к школе нам задают каждый раз список летнего чтения и вообще вот конкретно на нашей семье мы в учебный год у меня дети читают один раз в день 30 минут потому что есть учебный процесс есть секции они читают то что они хотят но условно то есть у меня есть определенные книги которые я тоже им например заказываю и они могут из них выбирать иногда они заказывают сами себе какие-то книги чаще всего это могут быть комиксы которые я считаю бесполезными да но вот они их читают и как бы хорошо в летний период у нас с ними установка такая у вас нет учебы у вас нет практически секций и вы читаете три раза по 30 минут на что каждый год я сталкиваюсь с сопротивлением дети мне говорят что в классе вообще никто не читает да это летнее чтение никто не проверяет а зачем нам это нужно мы не видим в эту пользу хотя мы конечно пытаемся все это рассказать о пользе чтение о кругозоре и мы всегда сталкиваемся с этим переломным моментом после школы когда дети хотят отдохнуть причем в этом году они закончили раньше 25 мая и у нас была договоренность что вот до 1 июня они еще отдыхают как будто бы они учатся в школе и с 1 июня мы уже начинаем естественно мы не читаем в отпуска когда они у бабушек у дедушек только когда вот они дома под контролем родителей и всегда так или иначе получается что мы через давление детей приучаем к этому да они уже потом садятся более-менее как бы спокойно но все равно детям хочется они выберут посидеть в компьютере или пойти на улицу нежели почитать 30 минут чего-то там даже не очень интересного на первый взгляд и у нас это все проходит через некое психологическое давление через какие-то уловки и вот как вообще с точки зрения психологии это правильно это плохо как быть в целом если мы говорим о чтении это один из способов познания окружающего мира и существует много способов с помощью которых мы получаем информацию которая нам необходима чтение на самом деле замечательный инструмент для того чтобы узнать информацию обработать что-то из нее извлечь нужное трансформировать это в полезную для себя какую-то форму и пользоваться этой информацией мы говорим и об информации обучающего характера и вот информации развлекательного характера то есть какой-то художественной литературе и если мы говорим о чтении здесь можно не ограничиваться именно чтением книг потому что сейчас мир интернета очень велик есть информационные ресурсы которые можно находить в телефоне в планшете ребенок может читать что-то через телефон это ведь тоже считается чтением и в целом если рассматривать чтение как навык то желательно желательно навык прививать с более раннего возраста да когда ребенок начинает взрослеть узнавать окружающий мир то родитель его значимый взрослый постепенно прививает любовь скажем так книгам мы читали каждый день и никогда не ложились спать без книжки в маленьком возрасте они всегда ждали что сейчас вот придет мама мама почитать но тем не менее когда они взрослеют у них все-таки находятся более интересные вещи сейчас нежели чтение тем более летние чтение это безусловно что находится более интересные вещи и одной из самых интересных вещей является гаджет телефон планшет почему так происходит потому что возникают положительные эмоции вырабатывается наши положительные нейромедиаторы который называется дофамин очень быстро при просмотре быстрых роликов вот эти ролики шорс они специально так задаются чтобы быстрые были эмоции не очень быстро мелькают у ребенка создается привыкание к этому процессу и книга конечно здесь не конкурент конечно гораздо сложнее ребенка вовлечь в книгу потому что как правило художественная литература имеет какой-то сюжет который постепенно раскрывается по мере чтения и ребенку очень сложно сохранять терпение сохранять сюжетную линию и выдержать этот процесс до логического завершения гораздо проще доступнее взять телефон быстренько чем-то там различься переключиться но тем не менее то что вы использовали со своими детьми при учении к данному навыку с раннего детства это очень замечательно это не прошло бесследно есть а крайне мере они читают в отличие других сверстников и это да тоже но еще есть вероятность что в более старшем осознанном возрасте при дополнительном условии что читающие родители имеют место в отчеству родители тоже с книгой проводят время и ребенок это наблюдает а ребенок вернулся через наблюдение совершенно верно он может в осознанном возрасте сознательно без давления со стороны к этому вернуться и начать самого себя заинтересовать особенно так часто происходит когда ребенку попадается какая-то волшебная книга которая его захватывает так сильно что хочется повторить этот опыт и при условии родительского примера в детстве этот навык он может не чтобы вернуться возобновится не продолжить марина в итоге ничего страшного в этом нет что все равно так или иначе проходит вот это вот переломный момент когда нужно через некое какое-то давление уговорами буквально вот уговаривать детей что нет нужно вот нам почитать это обязательно нужно для дальнейшего развития мне больше нравится слово уговоры внешне слова давления да потому что когда мы давим когда мы что-то на что-то влияем силой мы обязательно получим сопротивление как защитную реакцию ребенка ребенка наоборот у него возникнет отрицательные эмоции к чтению вообще могут на долгие годы возникнуть такие эмоции когда мы используем уговоры и правильно аргументируем для чего это нужно да для чего это нужно ребенку и в чем это может быть для него полезно большое значение имеет содержание контента что именно читает ребенок возможно есть смысл пока мы прививаем любовь к чтению ребенку дать возможность ему самому выбрать ту литературу которая нравится чтобы это не было пустят даже будут комиксы смотря что какую цель вы перед собой ставите что мы развиваем если мы развиваем просто навык самого чтения может быть мы хотим в данном возрасте я бы хотела уже чтобы они набирались все-таки знаний из классической литературы потому что комиксов и обычных книг хватает в течение года если мы говорим о навыке чтения когда просто нужно научиться читать то здесь можно не контролировать и пусть это даже будут комиксы лишь бы ребенок научился да там быстроте чтения когда речь идет о содержании контента здесь но конечно же наш пример он тоже имеет место быть если мы никогда не проводим время с книгой если мы ничего не читаем кроме там каких-то развлекательных журналов то надеяться на то что ребенок возьмет классическую литературу и будет и увлечен на самом деле наверное надежда минимально но я хочу отметить что существуют примеры успешных очень развитых грамотных эрудированных людей которые честно признаются в том что за всю свою жизнь они прочитали очень мало классической литературы да но тем не менее они очень разносторонние многогранные личности они читают масса литературы на другие различные темы и скажем так подкованы в других областях поэтому наверное родителям не стоит паниковать если дети не читают классическую литературу которую хотя бы что-то читали хотя бы что-то читали спасибо марина у нас совсем чуть-чуть времени елена насколько важно читать именно литературу из списка летнего чтения это Это очень важный момент, потому что формируется, во-первых, внутренняя грамотность. Когда ребенок читает, у него на таком безусловном уровне запоминается способ написания каких-то фраз, слов и вот это внутреннее формирование грамотности. Плюс действительно кругозор умения привести пример, чувствовать себя комфортно в любой аудитории людей, даже если это люди начитанные. И здесь я всегда привожу один пример, когда ребят... Одно время в Ульяновской области началась волна киберспорта. И когда мы встречались с главным судьей нашего региона, сейчас он как бы главный судья в Москве, федеральный, он всегда говорил о том, что киберспортсмены — это люди не только просиживающие за компьютерными играми огромное количество часов, а люди, умеющие анализировать, а также люди начитанные. Потому что если они становятся успешными в киберспорте, как и в любом спорте, они начинают им предлагать проводить какой-то бренд. А для этого во время интервью, во время каких-то диалогов им нужно показать свою начитность, свою грамотность. И здесь нужно опять-таки исходить из конкретно каждого ребенка в отдельности, потому что иногда у меня и шестиклажки «Преступление и наказание» читают на перемене, а 11 классы мангами увлекаются. В любом случае, если подытожить, вы за то, что это важно, что нужно читать список летней литературы. Это важно, это нужно. Вы сами, как учитель, контролируете этот процесс? Собираете тетради со списком? Я учитель математики и информатики, и здесь я немножко поступаю иначе. Вот у меня сейчас шестой класс, они переходят в седьмой, и я понимаю, что они не настолько увлечены чтением. У них начинается информатика в седьмом классе, поэтому я им предложила сделать следующим образом – завести блог, и чтобы в блоге они рассказывали, писали о тех книгах, которые они прочитали. Почему это нужно? Чтобы они умели формировать свое мнение, потому что им придется писать эсэн на общество знаний, либо сочинение, изложение, там нужно уметь высказывать свое мнение. Чтобы они умели кратко, может быть, емко формулировать самые важные мысли, потому что по себе знаю, говорить можно много, а самую суть в одну фразу сказать очень сложно. И плюс еще, как один из возможных вариантов, это создание скетчей на основе той книги, которую ты прочитал. Если ребенок, например, увлекается рисованием, то есть тут нужно просто смотреть из увлечений ребенка, и плюс, может быть, найти какого-то персонажа, который его увлечет, и подобрать книгу сначала про этого персонажа. И, возможно, постепенно изучая вот эти книги, он втянется и в другие. Спасибо большое. У нас заканчивается время. Я надеюсь, что вам был очень интересен наш выпуск. И удачного и легкого вам учебного года. Мы обязательно с вами увидимся в следующем эфире на Ульяновской правде. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!